Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня пятница. Это значит, что наш подкаст выходит в формате интервью, и мы будем говорить о том, как поставки Соединенными штатами ракет-атакам, повлияют на ситуацию на поле боя. Станет ли это новым этапом в этой войне? Но сначала, как всегда, военная сводка. 26 апреля российские военные из артиллерии обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. В результате пострадали два человека, в том числе девятилетний мальчик. Также россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами под центральной части города Дергачи Харьковского района, попали в подстанцию и двухэтажный дом. В результате атаки пострадали женщина и трое детей. А в селе Сотницкий Казачок того же региона Харьковской области российский дрон попал в автомобиль. В результате получили ранение двое местных волонтеров. В Херсонской области под обстрелы попали жилые кварталы, торговый центр, детский сад, сельхозпредприятия, автомобили. Ранены шестеро местных жителей. Из различных видов вооружения обстреляно Белополье Сумской области. По предварительной информации, есть жертвы местной власти говорят о двоих погибших. Ну а в Киеве сегодня пришлось срочно эвакуировать несколько больниц из-за угрозы ракетного удара. Если говорить о ситуации на фронте, российские военные пытаются захватить часов яр. И, как считают аналитики Вашингтонского института изучения войны, это вполне возможно. Хотя, вероятно, сделать это быстро не удастся. Как отмечают эксперты института, захват города позволит российским войскам начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют оборонительный пояс Украины в Донецкой области. Наступательная операция по захвату часовой яра открывает российским войскам перспективы для оперативно значимого продвижения вперед, заявляют в Институте изучения войны. Дальнейшее развитие событий на фронте зависит от того, насколько быстро будут действовать сейчас и сама Украина, и ее союзники, и будут ли выполняться договоренности, констатировал президент Украины Владимир Зеленский. В обращении к участникам встречи контактной группы по обороне Украины формат Рамштайн он назвал жизненно важными приоритетами, из помощи, в которой Украина нуждается от союзников ПВО, артиллерию и дальнобойное оружие. Напомню, ранее стало известно, что США тайно поставили Украине ракеты-атаком, и их уже применили в Крыму. Это оружие стало частью пакета американской помощи в размере 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил в марте. О том, как дальнобойные ракеты-атаком смогут изменить и, возможно, уже меняют расклад сил, мы поговорили с украинским военным обозревателем Денисом Поповичем. Денис, я в первую очередь хочу предложить напомнить нашим слушателям, что вообще известно о дальнобойных ракетах-атаком, с каких они бывают типов. Ну, запускаются они из двух платформ. Это платформа «Хаймерс» и платформа «МЛРС» М270. Разница в том, что с антосистемы запускаются две ракеты «Атакомс», а с «Хаймерс» запускается одна ракета. Модификации там есть разные, там их несколько. То, что актуально украинская армия была модификация 160 километров с дальностью действия и кассетной боеголовкой, она использовалась в частности в прошлом году по аэродромам противника в Луганске и Вердянске. Успешно очень использовалась, то есть там были существенные повреждения нанесены летательным аппаратом, которые там находились. И мы знаем также об ударе по Джанкою, который был буквально на прошлой неделе. В Джанкою, очевидно, уже использовалась модификация в 300 километров, хотя по тем обломкам, которые были там найдены, невозможно было определить, какая именно модификация использовалась. То есть вот те ракеты, которые Украина получила осенью прошлого года, они были меньшей дальности, а сейчас почти в два раза больше получается? Можно лишь предполагать, что есть разные модификации там. Для нас актуально 160 километров и 300. Я же хочу повторить еще раз, что по тем обломкам, которые были найдены на Джанкое, там на месте событий, невозможно определить, какой дальности были эти ракеты. Но мы знаем о том, что императивно, вот закон, который был принят и Конгрессом, и Сенатом подтвержден, и далее подписан президентом Джо Байденом, он императивно требует, чтобы президент Джо Байден присылал ракеты им на максимально обратную содействие, то есть 300 километров, которые нужны Украине. В противном же случае он должен будет обосновать, почему он этого делать не хочет. То есть почему, по его мнению, это может вредить национально безопасность Соединенных Штатов Америки. Ну, судя по всему, он этого делать не будет, то есть они будут присылаться, они будут идти сюда. Об этом и Салливан говорил, что и дальнейшие поставки также будут осуществляться. Поэтому, очевидно, будут присылаться ракеты с дальностью действия в 300 километров, то есть это максимум для атаканцев. Но я хочу еще раз уточнить, то есть вот те ракеты, которые были тайно поставлены, которые были совсем недавно использованы, по ним пока точно сказать нельзя, какой они были дальности. Правильно я понимаю? Я не располагаю информацией, и те обломки, которые были найдены Джанкой, они, в общем-то, не дают возможность утверждать, что это было 300 километров. Хотя мы знаем, что и 300-километровые ракеты также снаряжаются кассетной боевой частью. Вы упомянули, что эти ракеты запускаются с двух систем. Эти системы есть на вооружении Вооруженных сил Украины? Да, эти системы есть, они широко используются, они предоставлялись как и в Соединенных Штатах Америки, так и аналогами, которые существуют и существовали в распоряжении европейских государств. В частности, есть Марс-2, это фактически полный аналог МЛРС, это Германия предоставляла. Есть французские варианты соответствующие. Ну и, по-моему, Штаты тоже предоставляли МЛРС, то есть на две ракеты, или же на 12 ракет Джима РЛС. Но в основном от США мы знаем, что предоставлялись Хаймерсы. То есть это более мобильная система, хотя она несет на себе меньше заряд. Да, Хаймерсы, которые, мне кажется, уже в российской пропаганде стали именем нарицательным, и о них рассказывают разные истории. Ну, главная история в том, что их уничтожали в торговых центрах, в офисных зданиях, и вообще их перебили больше, чем США, в принципе, передали их в распоряжение украинской армии. Насколько сложно российским системам ПВО будет перехватывать «Атакамс», например, если сравнивать со «Стормшедоу»? Это совершенно разные вещи. «Стормшедоу» — это крылатая ракета авиационного базирования, она дозвуковая. То есть у нее есть все, скажем так, характерные особенности для крылатой ракеты. То есть она летит с огибанием рельефа земной поверхности, у нее там есть различные системы наведения. Там свои сложности ее сбивать. «Атакамс» — это по сути своей баллистическая ракета. Там есть особенности определенные, да, то есть я не буду в них углубляться, но в общем и целом можно назвать ее баллистической ракетой. У них свои сложности по сбитию этой ракеты, то есть все, что с этим связано. Это необходимость быстро реагировать на ее запуск, это необходимость располагать зенитно-ракетными комплексами со скоростными противоракетами-перехватчиками, хотя «Атакамс» — он не чемпион по скорости, это не самая быстрая баллистическая ракета. Есть гораздо быстрее, в том числе в распоряжении Российской Федерации. Но тем не менее, то есть это вот все, что связано со сбитием баллистических воздушных целей, все эти сложности будут сопровождать борьбу с этими ракетами. Хотя нужно сказать, что не существует такой ракета, которую сбить невозможно. Поэтому, очевидно, стоит ожидать, что и «Атакамс» будут сбиваться. Однако мы рассчитываем на то, что по большей части они будут достигать своих целей, как это случилось с «Джункоей». Там, как вы знаете, фактически батарея 400 была потеряна, еще две пусковые установки, там регуляционные средства, значит, также были потеряны. Жертвы среди военнослужащих и так далее. То есть там хорошее было ущерб нанесено. Вообще, от чего будет зависеть эффективность использования этих ракет на поле боя в Украине? От количества ракет, от скорости их поставки? Какие тут факторы больше всего играют роль? Количество ракет, скорость поставки, ритмичность поставки. Вот сейчас в открытых источниках прозвучала информация о том, что более 100 ракет «Атакамс» были направлены в Украину. То есть надо будет смотреть темпы их расхода, и, соответственно, они должны будут с такими же темпами пополняться. Все говорят о так называемом «Крымском мосте», что это будет первая цель для этих ракет. Но это совершенно не обязательно. Предыдущие же ракеты не летели по «Крымскому мосту». Может, из-за того, что там дальности не хватило, а может, потому что другие были приоритеты. Но в любом случае, это ритмичность, количество поставок этих, ну и, безусловно, противодействие российской системе МПО на тех участках, где невозможно будут использоваться, в частности, в оккупированном Крыму. То есть если они насытят оккупированный Крым с средствами ПВО, то, конечно же, будут достигать цели осложнения. Ну вот, кстати, возникает вопрос, может ли Украина установить полный огневой контроль над оккупированным Крымом, если будет иметь достаточное количество ракет «Атакамс». Зависит очень сильно. Если бы я сказал, что да, сможет, я был бы весьма поспешен в своих выводах. Потому что, опять же, все действуют относительно того, как позволяет противник. Предположим, натянуты не туда системы ПВО, перекроют по максимуму все это, конечно, будет сложнее сделать, чем если бы их там не было. Поэтому все это вопрос будущего. Мы увидим, как эти ракеты будут использоваться. Эксперты Института изучения войны говорят, что поставки ракет могут в первую очередь ухудшить логистическое материальное обеспечение России и угрожать российским аэродромам в глубоком тылу. То есть, подорвать, в первую очередь, логистику. Вы согласны с этим? Абсолютно. Я привожу пример первых случаев, используемых «Атакамс», куда они падали. Они падали на аэродромы. То есть, опять же, Джинкой, опять же, Луганск, опять же, Передянск. Иничтожались именно аэродромы. То есть, удары ракет с кассетной боевой частью были направлены именно туда. Они же могут также быть направлены на леждодорожные станции, где враг будет разгружать свои средства. Они могут быть направлены на склады. Мы как бы все время с вами говорим о ракетах с тасковочной частью, а есть же ракеты с кугасной боевой частью. То есть, они как раз и предназначены для прямых ударов по штабам и так далее, по таким вот объектам, которые являются точечными. Поэтому тут самое разное применение может быть для этих ракет. И очень важно, что они способны поражать цели по всей глубине временно оккупированной территории Украины. То есть, это и Донецкая область, и Луганская область, до границ с Российской Федерацией. Это и Херсонская область, ну, районы оккупированной Херсонской области, и Запорожская область. И полностью весь Крым они перекрывают. То есть, это очень важно, если мы говорим о ракетах с радиусом 10-300 километров. Вот вопрос, кстати, о глубине поражения. Есть ли какие-то красные линии, которые Соединенные Штаты обозначили для Украины? Ну, я могу сослаться на Митча Макконнелла. Он давал пресс-конференцию после того, как было время рассмотрения этого вопроса в Сенате. Это лидер сенатского меньшинства республиканцев. Он говорил о том, что он за то, чтобы не было никаких ограничений применения атакам. То есть, он намекал на то, что был бы не против, если бы эти ракеты применялись бы также по территории Российской Федерации. Международно признан территорию Российской Федерации. Я имею в виду именно это. Но решение принимает не он. Есть ли такое разрешение со стороны тех людей, от которых это зависит или его нет, то я думаю, что мы узнаем в ближайшем будущем. Но я хочу заметить, что 300-километровые ракеты, они, в общем-то, могут и накрывать цели и на территории Российской Федерации. То есть, под ударом, например, будут объекты в Белгороде, близи Белгорода, вплоть до Воронежской области. На самом деле, они могут доставать, если их размещать поближе к границе. А в Украине вообще идут какие-то дискуссии по поводу этих красных линий? Что об этом говорят? Ну, в Украине за то, чтобы не было таких запретов. В Украине за то, чтобы... И за вопросом, когда же Запад нам наконец разрешит использовать вооружение в полном объеме. Потому что у нас же люди находятся под ракетами и под воздушными ударами. То есть, любая ночь может быть очень интересной. То есть, она может сопровождаться налетом вражеских ракет. И после каждого такого налета подобные вопросы возникают. Что давайте мы будем как-то отвечать. И почему Запад нам не позволяет этого делать с помощью своего оружия. Почему он до сих пор боится красных линий, которые давно были пересечены? Всевозможные красные линии. Сейчас можно перечислять. То есть, можно напомнить о том, что Российская Федерация грозилась применением ядерного оружия. Если что-то ударит по Крыму. Ударили по Крыму 9-го до 12-го года. Не было ядерного оружия. Потом они грозились испепелить все, если будут удары по Крымскому мосту, по так называемому. Дважды били по Крымскому мосту. Дважды его заваливали в воду. Не случилось никакого Армагеддона и прокалипсиса. Даже по ядерной отряде били непосредственно. Если считать удары по Энгельсу, когда были повреждены бомбардировщики Ту-95. Это также было еще на 12-й год. Конец 12-го года. Тут еще возникает вопрос о динамике взаимодействия в помощи Украине между Соединенными Штатами и Европой. И вот накануне издание Deutsche Welle со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США написало о том, что Соединенные Штаты надеются, что предоставление Украине ракет-атакам повлияет на канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе немецких Таурус. А он, как известно, уже долгое время отказывается их предоставлять, хотя его призывают представители различных партий в Германии. Может ли это действительно подтолкнуть Шольца к поставкам ракет? Ну, Шольц держит упорную оборону в плане поставок Таурусов. Я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, что именно заставляет его держать столь упорную оборону, поскольку все виды эскалации уже были продвины, как я уже говорил. И уже все специалисты говорят, что на самом деле не нужен никаких немецких солдат на территорию Украины для того, чтобы эти ракеты использовались. И никаких особых проблем, кроме решения самого Шольца, это все не вызывает. И я бы хотел отметить, что Германия много в другом, чем помогает Украине. В общем-то, начиная от целого ряда боеприпасов, техники бронированные, и заканчивая конкретной помощью беженцам, которые убежали от войны и сейчас находятся на территории Германии. И больше того, сейчас Германия, в общем-то, является чемпионом по предоставлению патриотов. Зенит, это комиссия Патриотов, это распоряжение Украины. Сейчас является главой коалиции ПВО и занимается поиском дополнительных зенитно-ракетных комплексов для нужд вооруженных сил Украины и для прикрытия нашей территории. Поэтому я бы пока простил подобное упорство, хотя очень сильно надеюсь на то, что его удастся сломить. А если Таурус все-таки поставят, что это в первую очередь даст Украине? Ну, надо понимать, что Таурус, он бьет на 500 километров. То есть, если его не обрежут, а ходили слухи, что могут обрезать. То есть, если Таурус предоставят в Украине, да, то он будет действовать как Штормшедл на дальность до 300 километров. Поскольку там есть режимы контроля, передачи на ракетными технологиями, которые, в общем-то, не допускают импорт вооружения с дальностью действия более 300 километров. Но до 500 километров говорят, что, хотя она, в общем-то, сопостроима с воздушного базирования крыла этой ракеты, однако ее татикотехнические характеристики делают более сложным ее перехват. То есть, считается, что эта ракета несколько получше, чем Штормшедл. И по дальности, и по технологиям. То есть, если она будет передана, то, безусловно, это очень сильно расширит возможности для поражения объектов, которые находятся и на территории Российской Федерации, хотя у меня есть сомнения, что Шольц разрешит применять ее по территории Российской Федерации. Но и в глубоком ТУ точно так. Возвращаясь к поставкам-атакам, можно ли говорить о том, что сейчас начнется какой-то новый этап войны? В любом случае, мы с вами находимся в начале нового этапа, или нового старого этапа, который связан с возобновлением поставок оружия из Соединенных Штатов Америки. И потому что наступление, которое сейчас Российская Федерация пытается проводить, в Донецкой области, прежде всего, оно как раз и было связано с тем, что они рассчитывали, что будет пауз с этими поставками. И эта пауза тянется. То есть, она будет продолжаться и апрель, и май, и июнь, и дальше. Желательно даже вплоть до выборов президента США. То есть, они и базировали свои наступательные планы, основывались именно на этом обстоятельстве. Сейчас ситуация меняется. Помощь приходит, по некоторым данным, уже идет на территорию Украины. И может изменить ситуацию на поле боя. То есть, не было оружия, сейчас она появляется. И тут же не только атакам сыграют роль, а тут играют роль все. И атакам, и большее количество снарядов, и большее количество стрелковых патронов, боеприпасов. И большее количество средств ПВО. То, если мы будем говорить о ситуации возле Часова Яра, где сейчас будут упорные бои, и армия России пытается в этот город зайти, то там очень большая проблема в том, что российские штурмовики летают уже непосредственно над боевыми порядками украинской армии. То есть, они там выполняют задачи, и нету средств, чтобы их сбивать. А в первом пакете, который сейчас вот уже начал поступать на территорию Украины, есть средства ПВО как раз ближнего радиосудействия, ПЗРК. То есть, вот уже мы отсекаем возможность работы Су-25, как минимум. Все, уже меньше средств для поражения, и уже это влияет на поле боя. Военный обозреватель Денис Попович о поставках ракет Атакамс и об их влиянии на ситуацию на фронте. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами была Ксения Туркова. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. До встречи на следующей неделе. С вами был Игорь Негода.